Здравствуйте, друзья! Каждая страна удивляет по-своему и заставляет увидеть старые вещи в новом свете. В Индию хотят отправиться многие, предвкушая чудеса, поджидающие на каждом шагу. Кто-то пишет, что в Индии обязательно стоит побывать, а кто-то говорит о том, что даже думать об этом не стоит. Сколько людей и столько мнений. В любом случае, вам решать, посещать эту страну или нет. А вот хоть немного узнать об Индии будет полезно всем. Представляю вам 10 шокирующих фактов о Индии. Рабство. В Индии не менее 14 миллионов рабов. Из них много женщин и детей. Женщины, как правило, из бедных семей, без образования. Их заставляют заниматься проституцией и изнурительной работой. То же самое касается и детей. Долгое время об этом феномене никто не знал. И некоторые страны даже подумать не могли, что в Индии творятся такие ужасные вещи. Это происходит из-за некомпетентности правоохранительных органов и коррумпированности властей. Празднуется день смерти. Жители Индии придерживаются индуизма. Но это больше, чем религия. Это жизненный путь. В соответствии с традицией, в день похорон возле усопшего родственники проводят праздник. Они верят, что душа после смерти продолжит свою миссию и переродится в новом теле. Но чтобы перерождение произошло правильно, немаловажно соблюдать правила похорон. Тело сжигает сыну, который самой взрослой семье доверяется пепел покойного. Он должен высыпать его в водоем. Причем не важно, что это – море, океан или озеро. На похоронах никто не плачет, а наоборот с радостью провожает усопшего в новую жизнь. Коктейли с марихуаной. Психоактивное средство, изменяющее сознание под названием марихуана, жителями Индии может использоваться в любых целях. Здесь это средство легально, и оно связано с традицией и религией индуизма. Если заглянуть в древние книги, то можно обнаружить положительное отношение к употреблению марихуаны. Именно она способна приблизить человека к богу. Шива, бог индуизма, курил травку. Поэтому жители Индии считают, что каннабис освобождает ум, содействует медитациям и поднимает душу человека к вершинам. Здесь распространено приготовление молочных коктейлей с марихуаной, а также каннабис добавляют в разные блюда. За приданное могут убить. Традиция приданного зародилась очень давно и до сих пор актуальна в Индии. Когда молодые люди хотят пожениться, а это часто происходит по инициативе родителей, то невеста и ее семья должны отдать крупную сумму денег всей семье жениха. В Тихаре содержатся заключенные, которые совершили тяжелые преступления. Одно отделение называется отделение свекрови, потому что женщины замешаны в покушении на свою невестку или даже в убийстве. Быть невесткой не совсем безопасно. Причины становятся приданны, которые выплачивают родители невестки семье будущего жениха. 53% домов без водопровода и канализации. Это даже больше половины. Канализация Индии создана по древним технологиям, то есть у дороги находится обычная канавка, по которой стояки движутся к любому водоему. Временами канализации чистят, но запах стоит невыносимый. Поэтому, чтобы долго жить в Индии и иметь хороший иммунитет, нужно там родиться. В Индии нет центрального водопровода, а есть сливной. То есть, если вы захотите выпить стакан воды, то, скорее всего, этот стакан был прежде помыт в тазике, в котором до этого мылось тысячу стаканов и другой посуды. По этой причине в Индии ежедневно люди погибают от антисанитарных условий и загрязнения воздуха. Самое большое количество вегетарианцев в мире. Большинство жителей Индии придерживаются растительного меню, связанное это с религией индуизма. Но среди жителей, а их 800 миллионов, остальные 200 мусульмане, а они являются сторонниками такого питания. Несмотря на то, что большинство жителей-вегетарианцы, в государстве очень вкусно готовят блюда из ягненка или курицы. А в золотом храме Хромандире Сахиби регулярно раздают бесплатные обеды для нищих и тех, у кого нет собственного жилья. В Индии говорят более чем на тысячи языках. Индия – страна загадок. Лингвисты выяснили, что жители Индии говорят более чем на двух тысячах диалектах. В школах детей обучают на 58 языках. Газеты же печатают на 87 языках. Если вы захотите отправиться в Индию, то вам навряд ли поможет словарь. Лучше выучить официальный индийский язык – хинди. Половина жителей его точно знает. Этот язык широко распространен в Северной Индии. Но чтобы научиться говорить, начинайте с простых слов. И вы поймете, что этот язык не так сложно освоить, как может показаться. Загрязненный воздух Мумбаи. Как и везде в крупных городах, в Индии жители страдают от автомобильных выхлопных газов. Физически становится трудно дышать из-за смога. Считается, что с этой проблемой больше всего сталкивается Китай. Но в Мумбаи дела обстоят еще хуже. Один день пребывания в этом городе может сравниться с выкуриванием более ста сигарет. Согласно данным, ежегодно в Мумбаи умирает от астмы, поражения дыхательных путей и рака легких полтора миллиона местных жителей. Высокий уровень смертности. В Индии регулярно умирают люди на дорогах. В городах отсутствует регулировка движения. А на дорогах оно достаточно интенсивное. Чтобы не пострадать в целости и сохранности пройти через дорогу, нужно обладать настоящим талантом. Иначе есть риск попасть под колеса автомобиля или мотоцикла. Также люди могут погибнуть в автобусе из-за удушья, потому что тот забит людьми. В больницах умирают дети, а также женщины, которые ждут ребенка, потому что в Индии отсутствует высококвалифицированная помощь. Более 25% населения безграмотно. В Индии огромный контраст бедных и тех, кто состоялся в жизни. Согласно исследованиям, удалось выяснить, что жители Индии живут беднее, чем в Африке. У большинства нет электричества, чистой воды, а в доме полная антисанитария и даже нет туалета. Поэтому людям приходится справлять нужду за пределами своих лачуг на улице. Разумеется, ни о каком образовании не идет и речи. А Тадж-Махал, мечеть-дворец из белого мрамора, располагается неподалеку от лачуг. В Индии только 65% населения образовано. Среди мужчин это 75%, остальные – женщины. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вам все понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колоколец, чтобы первыми знать о новых роликах. Всем добра и успехов! Субтитры сделал DimaTorzok